Всем привет! Вы на канале Будь Можиком и сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, как выбрать газовую плиту по качеству материала. Материалы у нас бывают разные. Это бывает эмаль, это бывает стекло и это бывает нержавейка. У каждого из них есть свои плюсы и минусы и сегодня мы именно об этом с вами и поговорим. А кто не в курсе, я газовщик, занимаюсь ремонтом газового оборудования в городе Одесса. Я ремонтирую газовые плиты, колонки, газовые котлы. Так что, если вам нужны мои услуги, вы можете связаться со мной по номеру телефона, который указан в моем инстаграме. Ссылка на инстаграм будет в описании. Итак, первое, о чем я хотел бы с вами поговорить, это стекло. Стекло бывает на варочной поверхности, но бывает и как верх на обычной стационарной газовой плите, когда духовка идет, к примеру, эмалированная или из какого-то другого материала, а верх идет стеклянная. Такие плиты тоже попадаются. Многие хозяйки себе выбирают именно стеклянной варочной поверхности по той причине, что это очень красиво. Вроде как стекло, оно все блестит и теоретически оно должно очень легко смываться, стираться. Толщина стекла там тоже идет достаточно большая, где-то там около сантиметра, наверное, толщина бывает такая. Итак, в первую очередь стеклянные поверхности очень не любят, когда их трогают пальчиками. Вы начинаете что-нибудь делать, там пальцы у вас так и начинают скользить по варочной поверхности и эти разводы видны очень хорошо, особенно если она темного цвета. Если вы берете уже стеклянную варочную поверхность, то желательно, чтобы она была какая-то светлая. На светлом цвете будет меньше видны все эти разводы, жир и проще остатки пищи. Но на темном стекле там видно будет очень хорошо это все. По поводу конфорок и того, как это все сильно заливается. Смотрите, стекло это у нас по сути плоскость. В этой плоскости делаются отверстия, прорези под конфорки. Под эти прорези обычно ложится резиночка. Сверху прикручивается конфорка и вроде как эта резиночка должна в принципе герметизировать верх плиты от его низа и по идее ничего не должно затекать. Так задумано заводом. Но как происходит на практике? На практике эти резинки в большинстве случаев просто рассыпаются. Стоят, кстати, они довольно таки немаленьких денег и у вас все начинает протекать вовнутрь плиты. Ну и соответственно, когда у вас жир или прочие какие-нибудь продукты, которые вы приготовите попадают внутрь плиты, то у вас начинают замыкания, начинают клинить газовые краны, вы заливаете конфорки, ну и прочие вытекающие проблемы. По поводу ручек в таких плитах тут сказать нечего, потому что резинки бывают разные. Чем выше резинки под ручками ваших газовых кранов, которые вы поворачиваете, тем меньше вероятность, что их зальет. Но здесь как бы что варежные поверхности стеклянные, что эмалированные либо прочие, это в принципе разницы никакой не имеет. Что здесь очень важно, это их надежность. Надежность у таких поверхностей далеко не самая лучшая. Несмотря на то, что стекло вроде как и толстое, периодически мне хозяйки рассказывают очень интересную историю, как у них эти поверхности лопаются. Причем лопаются они в отсутствии хозяйки на кухне. Вот приблизительно один случай в квартал, где-то в 3-4 месяца, наверное, мне звонят и говорят, у нас лопнуло стекло на варочной поверхности, к примеру. И это при том, что хозяйка даже не находилась на кухне. Хозяйка находится себе даже где-нибудь в другой комнате, у нее плита выключена, все отключено, ничего не работает, но по какой-то причине происходит страшный треск. Хозяйка прибегает на кухню, смотрит, а поверхность треснула. Причем она не просто треснула какой-нибудь там трещиной, допустим, или маленькой там трещинкой. Она трескается так вот, как автомобильное стекло на маленькие квадратики. И приходится заказывать либо новую варочную поверхность, либо жечь стекло на эту варочную поверхность. Как вы понимаете, эта запчасть весьма весьма недешевая. Не спрашивайте меня, почему это происходит. Я сам этого не знаю. Я ни разу в принципе не менял такое стекло, потому что хозяйки обычно потом просят просто ее заменить. Потому что покупать новое стекло для варочной поверхности просто нецелесообразно. Эмалированные варочные поверхности. Эмаль это по сути у нас краска. Краска, которая наносится на металл. И как вы понимаете, покрашенный металл это металл, который будет долго служить. По сути это казалось бы довольно таки тоже хороший вариант. Здесь уже можно выбрать и высоту комфорок, и чтобы они выше стояли. Я в принципе в своих предыдущих роликах о выборе плит уже рассказывал, какая должна быть именно форма у варочной поверхности, у газовой плиты для того, чтобы комфорки не заливались, для того, чтобы в краны не попадала никакая влага. Можете посмотреть мои более ранние ролики. Что я хочу сказать здесь? Благодаря тому, что это металл, можно себе выбрать правильную форму плиты, так чтобы она у вас дольше работала. А какие же есть минусы у малированных варочных поверхностей? Эмаль это по сути краска. И чем хуже она нанесена, тем больше вероятность, что она у вас отлетит. Поэтому если у вас особенно какой-нибудь советский производитель, кстати не обижайтесь, производители говорю как есть. Если это какой-то советский производитель, то велика вероятность, что у вас либо сама эта эмаль отлучится от вашей варочной поверхности, либо газовой плиты, либо вы где-то поставите, например, на плиту кастрюлю, либо кастрюля соскользнет и просто отколупнет у вас кусочек этой эмали. И если вы такой кусочек потом не подкрасите, то незащищенный металл, на который постоянно попадает жир, разные продукты, влага, как и любой другой металл, этот металл начнет ржаветь. А еще если это какой-нибудь несерьезный производитель, будь то Китай или опять же тот же самый советский производитель, то эта ржавчина начнет со временем увеличиваться, пятно начнет расти, образуется дырочка и как вы понимаете металл, который уже начал гнить, остановить это гнение будет достаточно тяжело. Да и к чему вам по сути плита, в которой имеются дырки. Поэтому если у вас эмалированная варочная поверхность и где-то имеются сколы, желательно конечно же их подкрасить. Однако если вы решили себе купить все-таки эмалированную варочную поверхность, либо же газовую плиту, то обязательно обратите внимание на то, какие винты на установлены. Просто снимаете комфорку, смотрите, там внизу есть винтики. Здесь даже особо ничего не надо понимать. Но как я вам уже рассказывал, эти винтики в первую очередь должны быть толстенькие для того, чтобы вы потом могли их выкрутить. Но по шляпке это не всегда определишь. Здесь уже, как говорится, нужен опытный взгляд специалиста. Важно, что вам увидеть. Важно увидеть, какая под ними стоит прокладочка. В лучшем случае это должна быть фоторопластовая прокладочка. Она мягкая, поэтому когда винтики прижимаются, они не повреждают эмаль и получается очень мягкое, плотное соприкосновение и при этом нету поверхностного натяжения этой эмали. Получается от этих винтиков, даже если по ним что-то стукнет, то скорее всего, что эмаль останется на своем месте. Но и в лучшем случае это могут быть обыкновенные шайбочки. То есть обязательно должны быть какие-нибудь прокладочки, тогда эмаль сохранится у вас дольше. Сейчас мы с вами рассмотрим варочную поверхность либо же газовую плиту из нержавейки. Нержавейка не оставляет никаких разводов, то есть вы можете на нее спокойненько дотрагиваться пальцами, делать что хотите, никаких разводов там толком видно не будет. Никакая эмаль там не облучится, влага ей не страшна, потому что она нержавейка, она не ржавеет вообще. Поэтому по сути я считаю, что самая практичная и правильная плита это плита из нержавейки. Кстати, когда меня вызывают в какие-нибудь рестораны, кафе, там где много готовят, например, или в какие-то столовые, или даже вот меня иногда вызывают там на одно производство, где стоит 4 штуки шести комфортных плиты промышленных. Они все тоже идут из нержавейки. А как вы понимаете, на любом производстве важно, чтобы оборудование было максимально недорогое и максимально долго работало. Поэтому я считаю, что лидер из всех материалов, из которых только делают варочные поверхности и газовые плиты, это конечно же именно нержавейка. Так что если ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Всем пока и до новых встреч!